МОДИ Это внешняя обстановка. К кому и когда и в каких обстоятельствах как одеваться. Скоро мы с вами ведем речь в православном контексте. В православной среде у нас, разумеется, внимание большое мы уделяем людям, приходящим в храм. Да, в самом деле, называйте ли это модой, называйте ли это обычаем, называйте ли это фасоном, называйте ли это еще как-нибудь. В самом деле, люди, приходящие в храм, подбирая себе гардероб, исходят из чего? Из обычая этой конкретной православной общины. Есть храмы, где весьма строго следят за тем, чтобы женщины в брюках в храме не появлялись. А даже держат такой ящик, и в этом ящике лежат такие большие фартуки или еще какие-то платки, куски текстиля, чтобы женщины, значит, обертывали себе бедра этими текстилями. Ну, так сказать, без всякого, знаете, суждения. У них так принято в храме. Ну, принято, принято. Давайте, приходя в эту общину, приходя в этот храм, давайте следовать тому той просьбе или тому желанию, которое они выдвигают. Очень хорошо. Вам, дорогие девушки, не нравится на ваши изящные брюки надевать какой-то, прямо скажем, дурацкий фартук? Ну, ничего, потерпите чуть-чуть, ничего страшного. Два часа постойте, помолитесь, не особенно обращая внимания на фартуки, а потом пойдете, как высыпал, как вам забава рассудится. А в других храмах, буквально через дорогу, там нет такого обыча, там, пожалуйста, женские брюки, ничем не хуже, чем та же самая юбка. Такое обычае у них. Тоже очень разумно. А если кто-то придет и начнет воротить нос, он скажет, почему это у них брюка? Ответишь очень так, спокойно. Вот у них тут так, а у нас эдак. Вы носите мешковину, там, не знаю, берите мешок, прорезайте дырки для головы, для рук, носите вас. Никто на вас косо не посмотрит, а мы будем одеваться так, как у нас принято. Всему свое время и свое место. Опять-таки, приземлечь, могу вспомнить эпизод очень своеобразный. В храме, это был храм женского монастыря, где я служил, ну, понятно, более, там, действительно, построже принципы и правила. Ну, не столько принципов, сколько именно правила. И вот всем девушкам, женщинам известно, что приходящие в храм, уже лица женского пола, должны покрывать голову. Ну, правильно, хорошо. И вот жаркий июльский день, входит в храм девушка, ясно, что она входит с целью благочестивой, помолиться. Ну, ясно, что она там, ну, если не первая, то, может быть, третий или четвертый раз, так сказать, новичок. Симпатичная девушка. Платье совершенно прозрачное, абсолютно в солнечных лучах. Рукавчики очень короткие, юбка, значит, только-только-только. И на голове такая маленькая, кокетливая косыночка. Ну, прям вот, прям хоть фотографируй, помещай в какой-нибудь журнал, значит, как образец православного благочестия. Помоги вам Бог, соблюдать, сохранять мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok